Свой мини-инопром прошел в Красноуфимске. Делегация Чешской Республики отлучилась с главной площадки и отправилась на юг Свердловской области. Я приехал в Екатеринбург на выставку инопром. Я в России первый раз. Россия очень красивая земля, в России очень красивые люди. И я встречался, я приехал сегодня в город Красноуфимск. Цель визита – посмотреть, как живет Красноуфимск и какие инновации в нем можно применить. Переговоры в администрации и вперед. Знакомиться с суровой уральской действительностью. Вот директор клининговой компании объясняет иностранным гостям систему сбора денег с населения за вывоз мусора. Я сейчас скажу. Значит, структура собирания денег у нашего предприятия такая. Значит, от жителей многоквартирных домов собирает управляющая компания. Вот мы с ней, она была присутствовала в совещании. Управляющая компания. Да, многоквартирные дома, управляющая компания. У нас с ним договор. Частный сектор, то есть частные домовладения, отдельные дома. У нас с ними заключены договора, и мы сами взимаем с них деньги. А это полигон с отходами, построенный еще в 1956 году. Проще говоря, свалка мусора, которая есть в любом городе России. Янцово. Кормятся они здесь, кормятся. Они летают, ищут остатки. В чешской республике такие свалки должны были быть закрыты. Раз таких нет. Нет. Да нет, конечно, закрыли. Чешская делегация сейчас собрала материал и будет готовить предложение для муниципального образования по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. За последние полгода это уже второй визит представителей различных чешских компаний в Красноуфимск. На этот раз обсуждали самые разные сферы – животноводство, промывка систем отопления для жилых домов, уличное освещение и даже строительство малой гидроэлектростанции на реке Уфа. Также говорили и о создании новых котельных. Причем, конечно, стараемся сделать это достаточно экономно, чтобы сэкономить деньги в первую очередь на расходе газа. И, конечно, во вторую очередь, чем не менее, важно это на расходах с обслуживанием котельных. Значит, не то, чтобы там сидели кочегары, там что-нибудь занимались, или где-нибудь что-нибудь смотрели. Значит, постараться вам предложить вариант, вот эти все котельные уже постепенно привязать к диспетчерской сети, которая работает по интернету. Значит, не нужно специальные провода, хватит просто обычный интернет в котельной, и потом уже у вас хватит диспетчерская, которая уже следит за работой всех котельных, которые туда привязаны. Кроме деловых переговоров и осмотра объектов, чешская делегация побывала в Красноуфимском краеведческом музее и совершила путешествие по дну Древнего Пермского моря. Карина Кирогасьян, Марина Агалакова, Интеров ТВ.